Скажите, пожалуйста, я начала совершать намаз. Хиджаб еще не одела. Иншаллах одену. Муж не делает намаз, иногда пьет. Как мне наставить его на истинный путь, когда он пьет мне обидно? Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля Расулли Ла. Субханаллах. Жалко таких женщин, у кого мужа пьют. И добавок к этому нет ничего религизного. Для чего живут? Живут как животные. Кушают, пьют, наслаждаются. Этим умирают. И о будущей жизни не думают люди. Не поклоняются Аллаху, альхамду лиллах. Она говорит, я уже начал молиться. Скоро надену хиджаб. А муж не молится. И сверх этого еще пьет. Два беды. Даже один из них был бы, надо было такого мужа оставить. Но здесь какой беда больше? Беда оставляния намаза. Оставляния намаза хуже пьянства, хуже пить спиртное. Из-за этого настаивать его, и даже, можно сказать, поставить перед ним ультиматум. Я хочу с тобой жить. Я люблю тебя. Хочу с тобой жить. Не хочу разводиться. Не хочу рушить дом. Но для меня моя религия выше всего. Так и должно быть каждому мусульманину. Мусульманин дает свою душу сохранить свою религию, защитить свою религию. Это обязанность каждого мусульманина. Если придется ему выбор между смертью и религией, дает душа, выбирает смерть, но защищает свою религию. Здесь тоже не только, здесь тоже между мужем выбором жить, и выбор религии остается таким ультиматом. Или же ты будешь начинать молиться, или же мне придется не разрешать с тобой жить. Наше житье получается прелюбиянием. Потому что я молюсь, я мусульманка, я не имею права жить с грязным кафиром. Кто не молится, он кафир. Иннаман мушрикуна наджерскала в Уране поистине мушрики являются грязными. Грязными не моральные грязи, не материальные они грязи, чтобы отрагиваться, не физические грязи, а моральные они грязи. Потому что грязь за то, что они кафиры, за то, что не уверяют в Аллаху. Может он скажет, я верю в Аллаху. Я считаю, что если Аллах верит, ты должен соблюдать приказы Аллаха, самый лучший приказ после убеждения, что является? Намаз. Кто намаз оставил, не является верующим человеком. И с таким человеком жить нельзя. Делать такое напоминание, если не выбирает, если он свое наслаждение выбирает, чем религия Аллаха, и свое наслаждение выбирает, чем тебя, тогда с таким мужем жить и нельзя. Лучше оставить такого мужа ради Аллаха. Аллах заменит лучшего в Аллаху а'лям. Шей, знаете, я сейчас вспомнил, многие ученые прошлого проводили параллели с такими вещами, которые человеку очень легко понять. И кто-то, по-моему, даже имам Ибнуркаем говорил, что когда молодой юноша признается девушке в любви, она никогда его словам не поверит до тех пор, пока он не начнет доказывать поступками свои чувства. дарить какие-то украшения дорогие, цветы, или придет посватается в конце концов. Здесь с одной стороны человек говорит, да, я верю, что Аллах есть, я знаю, что это все нужно делать, но никак свои слова не подтверждает. Это удивительно. Из-за этого подтверждает иман Ахрисуна и Единогласное мнение иман что является? Словами сказать ашаду аля иляхи иллаху ашаду ана Мухаммада и Расулу Аллах и свидетельствует нет Божества достойного поклонения кроме Аллаха и Пророк Мухаммад и Мухаммад и Мухаммад является его посланником. Словами сказать и деяниями подтверждать. Если словами сказал идеально не подтверждает это не является верующим человеком. Это мнение четырех имамов. Из-за этого тот человек который говорит я верю в Аллах субханава та'аля у меня сердце чистое этот человек врет. Не бывает сердца чистое того человека который не уверует в Аллах субханава та'аля. Многие говорят ну тот молится и грешит но это для нас не пример. Молится и грешит лучше чем грешит и еще не молится. Молится и грешит а ты и грешишь и не молишься. Тот кто молится лучше. Это для нас пример пророк субханава та'аля его сподвижники праведные люди не надо смотреть на человека какой-то человек молится или как некоторые говорят укрывается и зина делает. Но при чем это связано с этим? Она тоже женщина как ты и тоже мужчина как вы. Если он грешил ты тоже грешишь ну это хоть старается соблюдать некоторые приказы Аллаха субханава та'аля тот человек кто не молится ни из нас ни из мусульман это неверующий человек нельзя с таким человеком жить будь он женщина или мужчина разницы нет Аллаху алям субханава та'алям субханава та'алям субханава та'алям Продолжение следует...